приветствуем вас друзья на канале даниила и ларисы после нашего долгого путешествия по средней азии мы представляем ряд рецептов касающиеся кухни средней азии вообще кухня азиатская кухня для меня это полнейший восторг ну и я просто фанатерию от узбекской таджикской от киргизской от казахской кухонь кухни республик средней азии или центральной азии как принято называть и почему-то нам захотелось начать именно с хлеба сегодня будем готовить узбекский хлеб называется оби нон или нон оби то есть лепешка нон это лепешка это хлеб обе обыкновенная но вот сам вообще в ташкенте самарканде в бухаре в душанбе такое грандиозное количество видов этих лепешек видов хлеба каждая хозяйка печет их по своему рецепту есть даже слоеный но но это отдельная тема сегодня мы будем готовить самую обычную узбекскую лепешку вот простую повседневную но при этом невероятно вкусную для этого на рынке ташкента мы купили вот такие штучки они совершенно не обязательны это такая такой пресс для того чтобы на лепешке создавать характерный рисунок но естественно но вряд ли у вас хозяйстве не найдется мы просто как назвать чекиш чекиш чтобы понимали если вы не знали никогда вот я лично прожил всю жизнь если бы не сказали чекиш я бы сказал бы что оказывается вот чекиш все просто такая штука которая делает рисунок на лепешке завтра будем делать эти лепешки мы делаем празднику у моего брата день рождения и вот завтра я буду готовить плов расскажу одну интересную историю как я вез из средней азии рис это будет рецепт самаркандского плова и как я сэкономил на этом рисе а сейчас о лепешках в рецепте вы найдете все ингредиенты из расчета на 4 большие лепешки если вы хотите приготовить 2 соответственно все количество делите на 2 так получилось что нам празднику надо именно 4 лепешки ну может надо и 6 но мы будем пить 4 вот поэтому количество всего представляем на 4 лепешки и так нам понадобится сахар сухие хлебопекарские дрожжи соль далее кунжут обычные семечки кунжута а вот эта вот штука очень интересная называется она ну как бы у нас она называется черный тмин в узбекистане называется как-то по-особому я думаю что узбеки будут смотреть это видео напомните как она называется у вас естественно вода и мука ларис первого сорта мы взяли муку да не высшего но сюда потому что немножко проэкспериментировали что-то с высшим сортом не то получается также нам понадобится сухое молоко которое лариса успешно забыла поставить на стол давай лариса не забыла сухое молоко почему сухое у меня тоже возник такой вопрос я его задавал трем пекарем в узбекских пекарнях мне на него не ответили но почему-то именно сухое молоко надо развести в небольшом количестве водички количество сухого молока тоже найдете в рецепте в текстовом рецепте в описании видео итак первое что надо сделать это приготовить тесто тесто дрожжевое поэтому прошу к тесту ларис в общем щекишем мы разобрались начнем с тестом все сыпучие ингредиенты высыпаем муку и хорошенько перемешиваем если ты сказала что так просто делается тесто лариса я бы сам бы его сделал бы начинаем постепенно вводить воду и в то же время перемешивать муку после этого первоначально замешиваем тесто с помощью ложки до однородной массы после того как ложкой дальше вымешивать не представляется возможным в роль вступают женские руки ну хотя хлеб может конечно могут делать и мужчины но почему-то вот именно в средней азии хлеб пекут именно женщины тщательно начинаем вымешивать тесто вот такими вот движениями вымешивать надо достаточно долго минут 8-10 тесто получится крутое и после того как мы его вымесим покажем ну не очень крутое не не такое уж сильно но в любом случае в час от лариса его будет вымешивать и по окончанию покажем консистенцию теста через 10 минут тесто стало мягкой и эластичная симптомов того что она хорошо вымесилась есть то что вот при вымешивании она полностью отстает от стенок посуды в которой вы его вымешивали теперь его надо оставить в покое в теплом месте чтобы она подошла у нас на улице лета температура в помещении градусов 27 28 поэтому ничего предпринимать не надо если вы будете делать это зимой то берете в обычной духовке на полминуты включаете нагрев духовка разогревается разогревается и помещаете туда тесто уже проверено очень хорошо работает а через полтора часа друзья по продолжим через полтора часа тесла тесто подошло и как видите его стало значительно больше теперь надо его обмять перемещаем тесто на рабочую поверхность на которой мы сможем работать с ним предварительно немножко прикрусив поверхность мукой таким вот образом движениями вовнутрь обминаем тесто и друзья мы сейчас будем разогревать духовку разогреваем до температуры 230 градусов и нам надо что-то на чем мы будем запекать наш хлеб то есть но в нашем случае это вот такая вот сковородка без ручки может быть обычный противень противень ставим духовку чтобы он разогрелся вместе с духовкой то есть он не должен быть холодный если у вас есть шамотный камень то идеально конечно выпекать на шамотном камне для пиццы это вообще будет супер вот мы тоже задумали сейчас хотим его купить но пока у нас его нету делим тесто после обминания на четыре равных части из каждой части вылепливаем колобочек ну если вы готовите два хлеба то на две части соответственно тесто ли разрезаете вот такими вот движениями движениями во внутрь как бы сворачиваем его то есть не просто скатали как снежку так вот как делает лариса точно также приготовим остальные колобочки и оставим тесто подходить на 15 минут к этому моменту то есть через 15 минут уже нас уже должна быть подготовленная духовка вместе с дека на котором ну с чем или на противенье или на или шамотный камень или вот как нашем случае сковородка в общем с предметом на котором мы будем запекать наш хлеб через 15 минут как бы колобочки подошли получились такие лепешечки теперь надо сформировать непосредственно непосредственно хлеб вот так вот растягиваем его краям формируем серединку стараемся сделать это ровно теперь наносим рисунок ларис такая кривая у тебя получилось вот эту операцию нанесение рисунка то есть если у вас нету этой штуки как она называется кириш миришь ну в общем если этой страшной штуки нету для инквизиции то ее естественно можно опустить опустить нельзя потому что накалывать тесто все равно нужно срединка у нас не должна подняться наколоть можно вилочкой извлекаем разогретую и какая она разогретая разогретую сковородочку и помещаем лепешку на сковородку конечно в оригинале все это делается на тандыре но тандыра у нас нету теперь смазываем раствором сухого молока он как я уже сказал почему сухого не знаю но все узбекские пекари в один голос говорили что нужно именно сухое молоко обычное молоко не подходит украшаем семечками а побольше этого черного тмина он очень вкусный и отправляем в духовку разогретую до температуры 230 градусов на запекание я уже отправил хлеб в духовку вот он там честное слово его сейчас не видно запекаем его при этой температуре 15 минут через 15 минут можем извлечь нашу лепешку выпекание закончено горячую лепешку перемещаем на хлопчатобумажное полотенце накрываем таким образом и даем остыть в это время точно также испечем оставшиеся лепешки лепешки готовы остыли и можно их продегустировать лепешки они не не режутся а ломаются и вот такая вот штука у нас получилось друзья смотрите какая красота ну что ж друзья попробую это вкус ташкентского базара изумительная лепешка причем серединка в нее хрустящая а вот я тут оба дочек какая она вкусная и правда голодный это нечто правда они у нас получились немножко разные по размеру но это по причине того что еще не совсем набили руку всего лишь три дня прошло как вы вернулись из средней азии и вот такие лепешки мы вчера попробовали их испечь очень понравилось по вкусу точно угадали вот и вот эти вот это все лишь второй опыт то есть дальше мы еще будем делать таджикскую лепешку она немножко отличается и надеюсь что будет ровнее так вот как бы чему классно эти лепешки шашлыка горячим салатом испечь их взять на пикник это вообще просто супер они хранятся реально ну вот мы ходили с такими лепешками ходили в горы мы взяли там штук пять они у нас шесть или семь дней хранились то есть их совершенно спокойно можно было на шестой день ну разрывать я их правда вот так вот поперек разрезал вот эту штуку толстую отрывал разрезал попереки делал бутерброды то есть для похода для всяких мероприятий самое то ну и конечно же на праздничный стол праздничному плову который мы будем готовить завтра так что друзья лепешки мы научили вас делать будем считать если не совсем научили остались какие-то вопросы пожалуйста задавайте вопросы в комментариях на все комментарии мы с ларисой вам ответим а завтра будем учить делать настоящий самаркандский плов я привез из самарканда несколько секретов самаркандского плова он особенный и как раз вот эти вот лепешки и пойдут у нас самаркандскому плову надеюсь друзья что видео было для вас полезным и такой вот кусочек средней азии в скором времени появится на вашем праздничном или праздничном столе или на пикнике поэтому как обычно подписывайтесь на канал ставьте пальцы вверх если вам не сложно поделитесь нашим видео нам очень важно чтобы наше видео увидела как можно больше людей и перестали покупать хлеб из магазина непонятно из-за чего у нас большой плейлист с хлебом с разными видами хлеба мы его постоянно пополняем постоянно какие-то либо копии хлебов делаем либо наши домашние рецепты снимаем выкладываем и мне бы хотелось чтобы как можно больше людей поняли что печь хлеб это просто очень многие этого боятся лариса кстати тоже раньше боялись дрожжевого теста сейчас она с немноты ну вот в общем то все подписывайтесь на канал а мы с ларицей будем снимать для вас новые интересные рецепты а завтра самаркандский плов до завтра